Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров состоялось в отсутствии адвоката Марины Тания. Первым делом суд рассмотрел обращение Юрия Чкадуа, отца подсудимого Эрика Чкадуа, о возвращении ему автомобиля Toyota Prado, который признан вещественным доказательством по делу и уже три года стоит в хозяйственном дворе службы госбезопасности. Материалами уголовного дела установлено, что 22 ноября 2019 года обвиняемый Чкадуа Эрик Юрьевич до и после совершения преступлений осуществлял движение по городу Сухум на автомашине Toyota Prado с государственным регистрационным знаком Т-010 ТТАПХ. Далее следователь указал, что автомобиль имеет значение вещественного доказательства по делу и подлежит приобщению к материалам уголовного дела. Принятое следователем борцы с решением является незаконным и необоснованным, противоречит требованиям статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Республики, поскольку автомашина не служила орудием преступления, не сохранила на себе следы какого-либо преступления, на автомашину не были направлены преступные действия, она не получена в результате преступных действий и не нажита преступным путем, не служит средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. На настоящее время протокол осмотра автомашины Toyota Prado исследован в ходе судебного следствия, оснований для дальнейшего удержания не имеется. В связи с изложенным прошу вас передать автомобиль Toyota Prado, регистрационный знак Т010ТТАБХ, мне под сохранную расписку. Обязуюсь до окончания судебных разбирательств и вступления в законную силу решения суда обеспечить сохранность автомобиля, который будет храниться по месту моего жительства. Сторона защиты поддержала заявление свидетеля Юрия Чкадуа. Гособвинения и адвокат потерпевших Инга Габелая выступили против. Суд, совещаясь на месте, принял решение машину вернуть. Вещественные доказательства могут быть возвращены законному владельцу в случае, если это возможно, без ущерба для доказывания. Суд не усматривает возможности ущерба для разрешения дела возвращения вещественного доказательства. Суководство статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса определило удовлетворить ходатайство Чкадуа Юрия Грантовича, возвратить законному владельцу Чкадуа Юрию Грантовичу вещественные доказательства автомашину Toyota Prado черного цвета под сохранную расписку до вступления приговора в законную силу. Чкадуа Юрия Грантовича предупредить об уголовной ответственности за утрату вещественного доказательства в соответствии со статьей 314 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В ходе предыдущего заседания суда гособвинения ходатайствовало об оглашении показаний потерпевшего Рустама Шамба, который выехал на лечение в Россию. Суд тогда счёл представленные справки недостаточными. В этот раз адвокат Инга Габелая передала суду оригинал справки о пребывании Рустама Шамба в институте Склифосовского с целью проведения операции. Сросшийся перелом дистального метаэпифиза правой большеберцовой кости, фиксированный пластиной, сросшийся перелом левой большеберцовой кости, фиксированный штифтом, сросшийся перелом левой малоберцовой кости, фиксированный спицей, выраженный болевой синдром, инородное тело мягких тканей правого голеностопового сустава, сопутствующие хронические поверхностные кострели. Пациенту показано оперативное лечение удаления металлоконструкции. Адвокаты подсудимых выступили против приобщения справки к материалам дела, но суд документы приобщил. Гособвинение выступило с новым ходатайством пригласить в зал суда врача, чтобы тот помог разъяснить медицинские термины из справок Рустама Шамба. «Соответствуют ли данные болезни тяжести и препятствуют ли они явке в суд? Для разрешения данных вопросов мы хотели бы в судебное заседание, чтобы суд обеспечил явку эксперта, который мог бы расшифровать нам медицинские термины и изучив медицинскую документацию, которая была приобщена стороной потерпевших, дать оценку о возможности явки в ближайшее время потерпевшего на данное судебное заседание». Сторона защиты выступила против, но хирурга Русудан Габлая для консультации по медицинским терминам все же пригласили. «Выраженный болевой синдром – это может быть две причины. Либо переостит он сохраняется и продолжается, либо дефект металлоконструкции, что они показывают оперативное лечение, удаление металлоконструкции. Передвигаться, я думаю, они ему не позволят, это запрещено, пока существует выраженный болевой синдром, дабы исключить смещение металлоконструкции. Вот такой вариант могу констатировать по этим документам. Либо второй, более такой суровый, который тоже не исключается, все-таки переостит он нарастает, раз такой выраженный болевой синдром. Переостит – это нагнение костной ткани. Если это перерастет в эстомиелит, то это процессы на месяцы и годы. Как там они травматологи, что увидят на рентгене, это динамическое наблюдение. Отвечая на вопросы адвокатов и судей, врач подтвердила, что присутствовать в суде с таким диагнозом потерпевший не может, что повреждение средней степени тяжести, а чтобы сказать, сколько времени займет лечение и реабилитация, нужны дополнительные медицинские исследования. После того, как специалист покинула зал заседаний, Даур Амичба снова ходатайствовал об оглашении показаний Рустама Шамба. Все адвокаты подсудимых и сами подсудимые выступили против. Хотели бы услышать в судебном заседании его показания. Кроме того, мы сейчас слушали специалиста, медика, которая сказала о степени заболевания Шамба, о средней степени речь велась. И это не дает оснований для оглашения в соответствии со статьей 281 УПК его показаний как тяжелобольного. Да, действительно, это ключевой свидетель, и поэтому показания, которые он ранее давал, мы хотели и наши подзащитные, чтобы он здесь это в суде подтвердил. Что касается специалиста, создалось впечатление, что мы как будто разных специалистов здесь слушали, где уважаемая сторона обвинения увидела, что четко, конкретно было сказано, что вот так, я не знаю, здесь на вопросы специалист ответил, что при наличии этих бумаг недостаточно оснований утверждать либо то, либо это, и поэтому ее опрос, что здесь мы сегодня провели, ее консультацию, она толком ничего нам не дала. Поэтому я считаю, заявленное ходатайство об оглашении показаний, оно преждевременно. Судом выносилось ряд определений о приводе данного потерпевшего, однако он так и не явился. 6 декабря он обращался в республиканскую больницу в городе Сухом. После 6 декабря до обращения в лечебное учреждение в городе Москва он находился на территории Абхазии, и состоялось ряд судебных заседаний, и он мог явиться для дачи показаний. Я полагаю, что имеет место просто уклонение потерпевшего от явки в суд для дачи показаний. Прошу отказать. Я прошу вас дать нам возможность задать ему вопросы здесь. Как задать? А пригласить? Да, пригласить, дать нам возможность и защиты задать ему вопросы здесь. Приятный, приятный. Он здесь нам нужен, спустя 14 месяцев здесь какие-то показания дает. Если раз он человека называет, почему очной ставки не было? Что же я против сказать? Потому что то, что написано в бумагах, в меме следствия, то, что разница с свидетелями, я не садаю. Суд не удовлетворил ходатайство об оглашении показаний Рустама Шамба, посчитав, что доказательств, подтверждающих его тяжелое заболевание, представлено недостаточно. Следующее заседание назначено на 11 января.